Приближается выбор в любом случае. Год, два. Да, через два года выборы в Госдуму. Я имею в виду президентский. Президентский уже в 99 году. Если никто не будет воспринимать. Все уже будут ориентироваться на нового кандидата. Наиболее такого. Вот ваш прогноз. Ваш прогноз. Очень тяжелая ситуация. Тяжелее, чем прошлый год. Ну, демократы вызвают кого? Немцов не пройдет. Явлинский не пройдет. Вот Чубайс не пройдет. Номенклатура. Лужков или Черномырдин? Шансы есть. Зюганов левые. Лебедь от генералов. И я, ЛДПР, патриотическая сила. Лебедь даст голоса под радикала. Допустим, под Чубайса или под Немцова. Он уже сказал, что Немцов мог быть его премьер-министром. Тупой генерал. Уже проговорился. Могут быть, люди забыли бы его предательство в Чечне. А он уже проговорился, что он с Немцовым. Но кто за него будет голосовать? Кто же ставит ставку на него? Это тоже Березовский на него ставку сделал. В чем беда, что он Березовский еврей, но он настоящий еврей бы этого не сделал. То есть ему был Лебедь нужен в 90-м году, он правильно сделал. А сейчас НТВ продолжает, это произраильская телекомпания, поддерживать Лебедя, который уже полностью себя, так сказать, исчерпал. Им бы другого генерала найти сейчас. А они ошибку эту делают, к сожалению. Поэтому 5 человек будет. Радикал не пройдет. И вот под кого все голоса сбросят? Во второй тур может выйти номенклатура, Лужков, допустим, и Зюганов. При моей поддержке. Во втором туре все будет зависеть от того, как мы договоримся. В принципе, если, конечно, Лужков, Зюганов, я договоримся, мы всех сметем. У Лужкова деньги с Чернобыдином, у меня и Зюганова электорат. Мы всех сметем. Поэтому, если такая форма будет, Лужков, Чернобыдин, Зюганов, Жириновский, все. И берем средний вариант. Ни демократы, ни коммунисты. Берем вариант такого консервативного номенклатурного плана. Россия-Республика без царя, без Маркса, но и без радикалов. Скажите, пожалуйста, вы сказали сейчас у Чернобыдина, Лужкова деньги. Что вы понимаете по словам деньги? Ну, деньги, они же все-таки управляют страной. Если уже такие, как Березовский, имеют деньги, Гусинский, то, наверное, руководство страны тоже имеет значительные какие-то авуары. В любом случае, влияют на них. Я не имею в виду лично у них, но они имеют возможность влиять на тех, у кого есть капиталы, которые могут быть брошены на эту избирательную кампанию. В этом плане. Кстати, недавно на Западе пронесся слух, и во многих газетах это было, что у господина Черномырдина 5 миллиардов личного состояния. Может быть, может быть. Как это может быть у государственного чиновника 5 миллиардов? Все. Все набрали. А что, представитель, правительство не должно иметь эти деньги? Я не говорю, что они у него есть. Но в любом случае, он, как правительство, может повлиять на тех, кто даст деньги на избирательную кампанию. И они занимают ключевые позиции. Один держит самый богатый город планеты, не Россия, а Москва. Другой держит, так сказать, все рычаги в управлении страной сегодня. И они, конечно, повлияют на привлечение денег, на поддержку избирательной кампании. А мы с Зюгановым имеем большинство электоратов. Как в этой Госдуме можем все переиграть. Любой вариант, мы блокируемся, все выигрываем. Так и в масштабах России. Если мы пойдем за одного кандидата, он победит. На выборах 2000 года, а скорее всего это будут выборы раньше. 99-й год, а может быть и 98-й на будущий год. В этом плане я имел в виду, что деньги есть и есть электорат. Нужно только договориться с четверым. И там четверо Чубайс, Немцов, допустим Явлинский, Лебедь. Они могут договориться. У них тоже есть деньги, но электората нет. В этом плане не проигрывают. Деньги у них есть. США, даст Израиль, но электората нет. Вот в этом плане они проиграют. И Лужков, Черномыдин чем еще важны? У Черномыдина второй канал, у Лужкова третий. Они только первые могут использовать. То есть у них и телевидение больше, у Лужкова, Черномыдина, с нами, все вместе. У нас больше телевидения, не меньше денег и больше электората. Поэтому при столкновении этих двух группировок, протекалы проиграют. Военные не поддержат Лебедя, ФСБ не поддержат. У них нет опоры. Никакой нет опоры. Меня может поддержать часть ФСБ, часть армии. Зюганова, часть армии, часть ФСБ. А их никто не поддержит. То есть у них 20%, у нас 80%. Мы побеждаем в 99-м и 2000-м году. Поэтому Израиль и Америка в пустую свои деньги засходовали на никчемных людей. Неспособных. На инвалидов, кстати, деньги.